Раз, два, три, игра началась! Чё сейчас? Молодец! Ой, ничья! А давайте ещё раз! Это замечательная детская игра хвосты. Цель отнять хвостик соперника, при этом не лишиться своего. Драться, ставить под ножки, ронять оппонента запрещено. Только честная игра, которая развивает реакцию и тактическое мышление. Для того, чтобы силой помериться, можно покатать полутораметровые блины. Задача, на первый взгляд, простая. Всего лишь докатить и вернуться обратно. А попробуйте удержать равновесие с такой махиной. Соревновались и в меткости. Любителей стрельбы вооружили луком и стрелами. Стреляли в неподвижную мишень. Песни, пляски, весёлые конкурсы, хорошая погода. Все условия сегодня созданы для того, чтобы у людей было хорошее настроение. Мероприятие у нас готовилось очень быстро, потому что мы очень ждали, когда часть ограничений будет снята. Мы очень этому были рады. И, так сказать, в экстренных условиях собирали концертную программу, готовили площадки, подключали к торговлю, и чтобы народ сегодня повеселился, порадовался и проводил с достоинством зимы и встречал радостно весну. Победители в состязаниях получали жетоны, которые можно было обменять на чай или на блинчики. И согреться, и голод утолить. А что ещё нужно для хорошего настроения? Само настроение классное. Вроде морозный день, а тут активные игры, не дают соберзговать. Постоянно греемся. И вот у меня сегодня такая компания, сейчас пойдём участвовать в конкурсах. А много уже конкурсов прошли? Пошёл уже почти все. Вот остался последний. Замечательное настроение. Масклица просто праздник душевный русский. Прям, ну, всё прекрасно, радостно, весело, тепло. Люди с улыбками ходят. В общем, радость и детям радость. Столько немного, устали. Где победили? Арина, где победила? Вон у нас главный победитель. Я ещё пока что нигде не победила, но попытаюсь победить. В каких конкурсах участвовала? Блины, то, что я кидала, кидала сапог в ведро. Далее по программе награждение победителей конкурса «Девочка весна». Ежегодно молодые семьи демонстрируют самодельные яркие весенние наряды. А жители в соцсетях голосуют за понравившийся. Молодёжный культурно-досуговый центр провёл «Девочку весну» в пятый раз. В этом году у конкурса рекордное количество заявок – 92 семьи. А на воскресных гуляниях мы увидели лучшие образы. Весёлые, довольные, сытые и немного уставшие. Всё это означает только одно – мероприятие выдалось на славу. В конце всех горожан ожидало традиционное сжигание чучела. Зима не хотела от нас уходить, а горожане не сдавались и кричали всё энергичнее и сильнее. Масленицу окутал дым. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. А как мы знаем, дыма без огня не бывает. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.